Эти элементы, имитация уличных перил, бордюров, сегодня их устанавливают, чтобы молодые люди могли упражняться без ущерба инфраструктуре и риска для собственного здоровья. Строители говорят, что за 10 лет с момента постройки первой версии скейт-парка прогресс шагнул вперед. Другой уровень подходов, другой уровень развития индустрии. Например, если у тебя имеются в скейт-парке такие же фигуры, которые находятся здесь сейчас, то можно полноценно готовиться к международным соревнованиям. Год назад в скейт-парке произошел пожар. Площадка находится в самом центре города-курорта. В любителях активного отдыха затаили дыхание. Однако мэр Анапы Сергей Сергеев и его команда заняли принципиальную позицию. Объект необходимо восстанавливать. Наряду с традиционными, с классическими видами спорта, которые сегодня уже у нас присутствуют на Олимпиаде и так далее, сегодня на Олимпиаду уже выходят и эти виды спорта. Поэтому площадка такая, я считаю, должна быть. У нашей молодежи очень много энергии, очень много задора и его надо где-то все время реализовывать. Кто-то в занятиях, кто-то в искусстве, а кто-то в движении. Сразу после официального открытия первые соревнования. В них приняли участие около 50 участников в двух категориях – любители и профи. Юрий из Киева о мероприятии узнал о друзей. Добирался автобусом более 30 часов, чтобы опробовать новую трассу. Твердая, без выбоя, не гремит и очень грамотно сделана. Хороший накат, скорость, фигуры качественные. Скейтборд, роликовые коньки, велосипед, самокаты, скутеры. Парк сделан максимально универсальным. Здесь же скалодром и площадка для занятий, уличной гимнастикой, воркаутом. Молодежный центр в самом сердце города-курорта. Для Анапы скейтпарк – это прежде всего зона свободного общения нашей активной молодежи. Сейчас будем статистику возобновлять. У нас есть журнал посещения. И мы можем сказать чуть попозже, сколько у нас таких активно катающихся. Постоянно. Постоянно. Это одно. То есть посещает скейтпарк. Такое активное сообщество у нас в Анапе – это не менее 300 человек. В управлении по делам молодежи рассчитывают на постепенное расширение аудитории. Посещение скейтпарка бесплатное. Здесь постоянно будут находиться администраторы. По периметру плакаты, которые напоминают о необходимости использовать средства защиты. Энергетика всех экстремальных видоспортов – она блестящая. Она заряжает человеком определенными планами на будущее. Восприятие совершенно другое, эмоциональное. По-другому работает мозг и всей системы. Абсолютно. Но, с другой стороны, все экстремальные видоспорты требуют определенного соблюдения правил безопасности. Международный олимпийский комитет включил скейтбординг в программу летней олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Специалисты не исключили, что благодаря новому скейтпарку в российскую команду могут войти спортсмены из Краснодарского края, а может и непосредственно из Анапы.